Змей с начала времен пугают и завораживают человека. Эти смертельно опасные, но обладающие своеобразной красотой животные стали символом мудрости и коварства и даже оставили свой след в народном фольклоре. Некоторые виды змей не ограничиваются умением задушить или отравить свою добычу. В ходе эволюции они научились летать, притворяться мертвыми или заманивать жертв с помощью удивительных приспособлений, которыми их наделила природа. В этом видео мы расскажем о самых странных и интересных присмыкающихся на планете. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какая змея может поспорить в продолжительности жизни с человеком. В тропических лесах экваториальной и западной Африки обитает гадюка, которая по праву считается одной из самых красивых змей в мире. Этот титул она получила благодаря своей очень красивой и окраске с необыкновенным рисунком. Но это еще не все. Кончик ее морды украшают два достаточно длинных рога. Иногда они располагаются по бокам в районе ноздрей, иногда один позади другого, а порой сливаются в один, и тогда змея превращается в сказочного единорога. Толстое тело гадюки носорога достигает длины 1 метра. Упоминается максимально встреченная оса длиной полтора метра, но такой крупный экземпляр является редкостью. Живет эта красавица в Центральной и Западной Африке, во влажных тропических лесах. Такая пестрая расцветка не выдает ее, а наоборот скрывает в подстилке из опавших листьев и веток. Гадюка носорог ядовита. Ее отрава воздействует непосредственно на ткани вокруг места укуса, вызывая их омертвление. К счастью, эти змей обитают далеко от человеческого жилища, поэтому редко встречаются с людьми. Эта удивительная змея обитает на Суматре, Яве, Калимантане, Зонтских островах. Населяет все острова, расположенные восточнее Индии. Встречается южнее Малакского полуострова, распространяется до Филиппинских островов и Новой Гвинеи. Местное население прибрежных районов Таиланда называет рептилию слоновый хобот за внушительную толщину тела, покрытого складчатой кожей. Змея достигает размеров 2,5 метра. Самцы этого вида намного меньше самок. Наружный покров змеи состоит из остроконечных чешуек, которые не заходят друг на друга. Каждая чешуйка вздыблена и имеет вид заостренного трехстороннего шипа. На большинстве чешуек находится еще пара шипов меньших размеров. Окраска яванской бородавчатой змеи – бурого цвета, по бокам тела – желтая. Молодые особи на буром фоне имеют большие, неправильные формы темные продольные пятна, которые хорошо заметны на светлом брюхе. Но с возрастом пятнистость становится менее заметной и, наконец, совершенно исчезает. Бородавчатая яванская змея предпочитает болото с мангровыми зарослями, заболоченные реки. Обитает в морских лагунах, в море попадается на расстоянии до 5 километров. Это чудо природы обитает в Центральной Африке на территории Конго, Нигерии, юго-востока Уганды, запада Кении и севера Анголы. Наибольшая популяция наблюдается в окрестностях озера Киву, расположенного на границе между Конго и Руандой. Ее отличительной особенностью является наличие загнутой вверх чешуи, напоминающей маленькие листочки. Вместе с камуфляжным окрасом такой внешний вид делает рептилию практически незаметной в гуще тропической растительности. Колючая кустарниковая гадюка в гористой местности встречается на высотах от 800 до 1900 метров над уровнем моря. Змея ведет скрытный ночной образ жизни. День она проводит на кустарниках и деревьях, расположившись на их ветвях в 2-3 метрах над землей. С наступлением сумерек рептилия спускается на поверхность почвы и охотится до самого утра. В горах, где ночью бывает весьма прохладно, она может выходить на поиски пищи и в светлое время суток. Длина тела взрослых особей достигает 70 см. Максимальная длина самцов 73 см, а самок 58 см. Окрас варьируется в зависимости от места обитания – от желтоватого до коричневого и зеленого. Рацион состоит в основном из мелких млекопитающих и амфибий. В меню преобладают грызуны и лягушки, периодически оно дополняется ящерицами и птицами. Эту змею можно по праву считать самой интересной находкой этого столетия. Впервые ложная рогатая гадюка была обнаружена сравнительно недавно в 2006 году группой герпетологов в горных районах западного Ирана. Рогатая гадюка с паучьим хвостом имеет пятнистое бежево-белое тело с рябью и грубой кожей. Кроме того, благодаря рифленой чешуе, этот вид гадюк может идеально маскироваться в окружающей среде. У нее широкая треугольная голова с двумя маленькими рожками над желтовато-коричневыми глазами. На макушке головы между рогами от 16 до 17 чешуек того же цвета, что и тело. Она может вырасти до 53 см в длину. Змея охотится вблизи своего убежища, залегая в засаде невысоких кустарников или прячась в расщелинах скал. Когда ученые впервые встретились с этой красавицей, они были удивлены, так как на кончике хвоста неизвестной змей находился шевелящийся паук, первое впечатление было, что это совершенно настоящий паук, прицепившийся к хвосту гадюки. Вскоре было выяснено, для чего природа наделила гадюку таким оригинальным приспособлением. Это настоящая ловушка для птиц. Ничего не подозревающая птица, приметив издалека аппетитного шевелящегося паука, приближалась к гадюке с целью склевать приманку и попадала прямиком в рот хищницы. Змея, совершая движение своим хвостом, имитирует движение паука, вот так ничего не подозревающие жертвы заманиваются в ловушку. Свиноносый уж встречается в южно-западных областях Канады, в западных штатах США и Мексики. Он любит поселяться среди трав и кустарников, в полупустынях, каменистых предгорьях. Против хищников у свиноносой змеи нет почти никакой защиты. Размерами она тоже не может похвастаться, ее максимальная длина 80 см. А яд настолько слабый, что им и самую маленькую добычу убить будет сложно. Единственное, что спасает ее на просторах дикого запада – это окрас. Пятнистая шкурка змеи подозрительно напоминает шкурку гремучей змеи. Интересной особенностью этого создания является то, что если она чувствует опасность, то притворяется мертвой, переворачиваясь вверх брюхом и замирая. Хотя нередко может проявлять активную позицию и ползать, как гадюка, чтобы навести своими действиями страх. Мадагаскарская листоносая змея известна также как мадагаскарский древесный уш. Змея достигает длины тела 120 см. Особенностью внешнего облика этой рептилии является удлиненный передний конец тела, образованный чешуями. Кожа рептилии серого или коричневого цвета. У самцов верх тела красно-коричневый, а брюшко желтое, разделенное яркой белой полосой. Передняя часть тела у особей мужского пола заостренная, а у самок передний конец преобразуется в плоский лист, благодаря расходящимся чешуйкам. Такая анатомическая особенность является врожденной. Поэтому признак у самцы отличаются от самок. Они используют эти выросты для маскировки. Когда змеи поджидают добычу в засаде, то свисают с дерева, а чешуи впереди похожи на острые листья. Свисая с дерева, змея имитирует плоды растений. Особенно трудно отличить листоносую змею в ночное время. Древесные ящери привлеченные листовидными чешуйками, подходят слишком близко и становятся жертвой хищника. Резиновая змея совершенно безвредная рептилия. Она ведет скрытый образ жизни, и это очень затрудняет наблюдение за ней в естественной среде обитания. Резиновая змея по праву относится к долгожителям. Избегая своих врагов и живя в благоприятных условиях, она может прожить 30 лет. Рекорд установила самка, которая содержалась в неволе и умерла в 50-летнем возрасте. Ареал обитания распространяется на западные штаты США и крайний юго-восток Канады. В его северных частях резиновые змеи встречаются в горных районах в лесной местности на высоте до 1800 метров над уровнем моря. Они живут в хвойных, смешанных и лиственных лесах. Ее плотное коричневато-оливковое туловище вырастает всего на 60 см. Будучи по природе очень спокойными, резиновые змеи никогда не делают попыток укусить. Зная об этом качестве, люди используют их, чтобы помочь другим побороть страх перед змеями. В отличие от своих родственниц, резиновые змеи, даже защищаясь, не пытаются атаковать. Вместо этого они выделяют плохо пахнущую жидкость, чтобы отпугнуть обидчика. Если вам понравилось видео, поставьте пожалуйста класс и подпишитесь на канал, чтобы узнать еще больше интересного об окружающем нас мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!